ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чёрт, Златик, мы проспали! Златик, Малыш, просыпайся! Златик, солнышко! Малыш, просыпайся, мы опаздываем! Зайка, пожалуйста! Мамень, поздравься со мной! Пять секундочек! Пять секундочек! Пять секундочек! Так, нет ещё! Давай, что? Давай, давай, давай! 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 Давай, давай, умываться, зубки чистить! Так! Златик! Что с формой? Ну, мы с Зайцем вчера халабуд сделали, и мне нужны были вешалки! Я в туалет! Ну, отлично! Привет! Привет! Вы ещё дома? Да, проспали! А ты чего так поздно? Катя, я был на работе, понимаешь? Много заказов! Я просто спросила! Завтрак приготовь, пожалуйста! Мы опаздываем! Злата! Злат! Злат, давай выходи! Осторожно, горячий! Есть будешь? Нет, я кофе попью! Будешь! Так ты по ночам работать будешь? Ну, да! За ночные больше платят! Разбогатею и куплю у мяшки самый лучший подарок на ДР! Да? Ты чего хочешь, малая? Кэнди-лу! Кэнди-лу? Куклы, что ли? Угу! Запросто! Так, это очень дорогая игрушка! Выбери что-нибудь поскромнее! Так, давай одеваться! Давай-давай-давай-давай! Потом доедешь! Златик! Злата! Давай, вперед! Давай! Чего мне так? А ты не понимаешь? Я кручусь как проклятая! Работаю сверхурочно! По ночам не сплю! Чтобы ипотеку выплатить! Знаешь, какой там долг? Давай не будем обещать Злате золотых игрушек! Кать! Я верну все деньги, что проиграл! Я обещаю! Ну, можно хоть щаевых подарок купить! День рождения, как-никак! Я три месяца к автоматам не подходил! И уже никогда не подойду! Мне этого урока на всю жизнь не хватило! Сырник, попробуй! Ладно! Сырник, попробуй! Ладно! Спасибо! Ну, конечно! Извини! Златик, любимая, давай быстрее! Мы опаздываем! Мам! Мам, подожди! Я зайца забыла! Так, давай только не сегодня, пожалуйста! Мама! Ну, я без него не могу! Ну, пожалуйста! Давай, две минуты, быстро! Пошли! Алло! Привет! Можешь говорить? И тебе привет! Да, что случилось? Слава Богу, ты взяла трубку! Кать, пожалуйста! У меня катастрофа! Я потеряла ключи от склана! Десять минут! Пожалуйста! Десять минут еще! Ты понимаешь, Леша админ, он за городом, он не может приехать! А тут приехала машина со вторсырьем! И он сказал, что он выгрузит прямо здесь! Пожалуйста, привези ключи, а! Ладно, привезу! Да? Через сколько? Через сколько ты приедешь? Минимум через полчаса! Все! Все! Я тебя целую, я жду! Спасибо! Давай! Пятнадцать минут и… Пожалуйста! Пятнадцать минут и ключи будут! Все! Спасибо большое! Мам, зайца на базе! Отлично! Побежали, побежали! Такси ждет! Давай! Солнышко мое! Давай быстрее! Давай! Давай, давай! Солнышко, давай быстрее, быстрее! Здравствуйте! Здравствуйте! Давай, давай, давай! Аккуратно! Так, поправляем! Добежишь? Да! Давай! Рюкзак! Все, давай! Слушайте, я сейчас все тут выгружу, у меня три заказа еще впереди! Настя! Подождите, подождите! Слыши ключи! Спасибо, пока! Спасибо тебе большое! Спасибо! Ключи! Ключи! Мы разгружаемся! Мы… Едем по второму адресу! Извините! Ну, наконец-то! Так где была? Китайцы уже десять минут ждут нашего звонка! Да, пойдем скорее! Катя! Здравствуйте! Катерина, вы очень ценный сотрудник, но каждая минута вашего опознания очень дорого обходится нашей компанией! Надеюсь, вы это понимаете! Извините, больше не повторится! Дай посмотреть! Нет, даже кандилу мне папа из Америки привез! Сейчас такую можно и в интернете купить! В интернете одни подделки! У меня еще дома два платья, одно красное и, как у невесты, с таким длинным слейпом! Класса, принеси посмотреть! Еще чего, чтобы вы мне его запачкали! Мне дядя тоже кандилы купит! И я вам всем дам поиграть! Ладно, можешь поиграть! Ничего себе не приятно! Эфиек! Катя, все хорошо? Слушай, Макс, а тебе зарплата пришла? А то вчера должны были начислить и почему-то нет! Да, никому не дали! Задерживают в этом месяце! Черт! А не знаешь, когда точно дадут? Это у меня ипотека, а платежи горят! Ну, может быть, через неделю, может, чуть больше! Так давай, я тебе одолжу! Сколько тебе нужно? Отдашь, когда сможешь! Да! Нет, спасибо, я сама! Точно? Да! Там тонну этого пластника завезли! Там такая дура стоит! Вот в Китае на нескольких заводах делают еще такое название дурацкое! Бушу... Бушути... Машеловка! Вот, да! Он очень дешевый, очень токсичный! И я вообще не знаю, что с ним делать! Он вообще не перерабатывается! Главное, его в других странах запретили, а к нам привозят его, привозят! Ой, свалку делают из страны! Я хочу СМИ подключить! Вот чтоб про нас передачу сняли! Насть! Ну что? Да ну мы уже пробовали! Неинтересно это никому! Да ну как? Ну... Кат, ну... Это когда было? У нас тогда кроме юношеского максимализма ничего не было! А сейчас у нас там такая станция! Настюха! Кать! Прости, но я больше не смогу тебе помогать! И приезжать вот так внезапно тоже не смогу! У меня в какой-то веке работа стабильная появилась, и не могу ее потерять! Уходишь, да? Ну ты же знаешь, у меня ипотека вот тут сидит уже! Злата на мне, Антон! Как я буду это одна выгребать? Буду я тебе помогать, но только не сейчас! Я в тебя верю, у тебя все получится! Спасибо! Так, держи чай! Я побежала, мне Злата ждет! Давай! Привет ей! Спасибо! Ты чего такая кислая? Потому что всех уже забрали, а я осталась последней! Солнышко, мне осталось несколько платежей до погашения кредита, и я обещаю, буду работать меньше! Пойдем в парк кататься на лошадках? Давай не сегодня, мне еще дома нужно поработать! Ну почему, Маргарита? И папа ходит на работу, а мама нет! Нам нужен папа! Как дешево взять! Чем тебе Антон не подходит? Классно же иметь молодого дядю! Он мне не папа! Ему бы самому не мешало ремня дать! А утром ты совсем по-другому говорила, когда он тебе подарки обещал! Златик, я хочу тебя попросить быть взрослой, помочь мне больше не опаздывать! Вещи не разбрасывать, зайца не забывать и уроки! Договорились? Почти! Да, да, я только что отправила! Я знаю, что обещала к вечеру, но не получилось, простите! Так, не надо на меня кричать! Да, посмотрите уже на почте! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра важнейшие переговоры, ничего не готово! Так, Света, это что, бухгалтерский отчет? Андрея Викторовича… Переделай сегодня же! Прошу. Макс, совещание в шесть! Хорошо, сделай! Как я переделаю до шести? Макс! Да, подумай! А, слушай, я не могу в шесть! Мне ребенка нужно забирать из школы! Кать, ну ты же видела! Поверь, тебе лучше быть! Придумай что-нибудь! Да, и кстати, конференция с китайцами завтра в десять! В смысле? Завтра же выходной! Уже нет! Али, Антон! Слушай, можешь Златика сегодня забрать из школы? Ну, не знаю, максимум до шести! Ладно, что-то придумаю! Давай! Златая, привет! А где мама? На работе. Ну что, собирай вещи, пойдем? Мам, ну я же тебе триста раз объяснял! Чтобы интернет работал, нужно перезагрузить роутер! Смотри, вынимаем из розетки и считаем до пяти! Считай! Один! Два! Три! Четыре! Пять! Псссс! И вставляем обратно! И вуаля! Интернет снова работает? Надолго ли? Мам, ну роутер старенький, но фурычет же! Да, твоего папы нового не дождешься! Как и алиментов, как и папы! Так, подожди! Злат! Злат, ты уроки сделала? Почти! Что значит почти? Так, идем! Идем доделывать уроки, мама придет, а у нас все сделано! Пойдем! Вань, ну не работает! Мам, ну что у тебя там не работает, а? Я же все настроил тебе! На, проверь! Так, давай! Четыре плюс один, почему шесть? Злат, сколько будет четыре плюс один? Ну? Куда ты исправлять? Так это же черновик! Мам, ну что у тебя тут не работает? А ну, смотри! Вот, все работает! А вот и мама пришла! Так, помоги ей с уроками, пожалуйста! Смотри! Вот здесь вот! Ставим что? Три! Видишь? Я, кстати, вообще старшего брата хотел! Вот, как твой Антон, например! Но он же мне не брат! Он мой дядя! Ну, все равно он крутой у тебя! Проходи давай! Златик, привет! Привет, мам! Здрасте! Аня, вот спасибо, что опять выручила! Да, без проблем! Ваньке она нравится! Кать, но мы урок не сделали! Чем занимались? Да робот чинили! А ты тоже без папы живешь? Да! А где он? Не знаю! У него своя жизнь! Дай печенье! Держи! Все, на тебе! А сейчас он сиротскую жизнь обсуждает! Идем пить чай? Ну, пойдем! Вань, интернета-то нет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, я уже закончил смену! Отдай другому курьеру! Сегодня двое на смену не вышли с утра! У меня вообще людей нет! Возьми заказ последний! Платят по двойному тарифу! Ладно! Скидывай адрес! Ты знаешь! Это подпольный игровой клуб! Гейм-рояль! Так! Все! Я оформила на тебя заказ! Давай! Спасибо еще раз! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Златик! Влад! Ну, что? Влад, просыпайся в школу, бора! Какая школа? Сегодня суббота! Как суббота? Вот так, суббота. Серьезно? Тогда еще полчасика поспим. А потом ко мне на работу. Договорились? Угу. Почти. Стоять! А куда? Так я пиццу принес. Туда нельзя оставлять. В смысле оставляем? Не наличка. Наличка? Это ко мне. Давай, давай. О том, что здесь было, никому ни слова. Ясно? Понял. Суббота Давай. Иди сюда. Пять седьмой стол. Что? Проиграл? Да что ж это такое? Да не может быть! Сдачи не надо. Спасибо. Ну, как это возможно? Ну, сегодня не повезло. В смысле не повезло? Я ж выигрывал! Это не тут пац! Верните мне мои деньги! Златик, солнышко, ну давай быстрей, пожалуйста! Злата! Пожалуйста, пойдем! Здравствуйте! Злати! Давай, 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 давай! Да, да, я знаю про просрочку! Я пытаюсь решить этот вопрос! Мам, смотри, какой котик! Да, послушайте, необязательно мне звонить каждый день! Да, до свидания, извините! Так, давай садись сюда! Я тебе включу игру! К индилу! Все, солнышко, никуда не уходить! Договорились? Хорошо! Через часик приду! Никуда не уходи! Катя! Хост, нужна помощь. Пароль от НОУ ты подберешь? Мне бы хотелось, чтобы эти переговоры стали финальными. Поэтому было бы здорово, если бы вы смогли донести до них наше гостеприимство, и они приняли бы наше приглашение. Можно даже приукрасить. Готовы? Да. Макс, соедини. Вроде здесь простая защита. Легко можно подобрать пароль. Что мы ищем? Я даже боюсь представить, что там еще на этом НОУТе. Да сама эта программа, это уже бомба. Ты прикинь, какие там обороты, если они каждый день, каждый день выкачивают из людей деньги. Это миллионы. А что самое страшное, что дураков, которые на это ведутся все больше и больше. Ты знаешь, где ты достал этот НОУТ? Ну, скажем так, нашел. А, понятно. Спер. Ну, ты даешь. С сегодняшнего дня вы закрыты. Пошел. Ты хоть знаешь, что было на этом НОУТе? Ну, ну, ну. Камеры показывай. Давай. Как ищущий. НОУТе. ПОДПИСМЕНТЫ Ага… Вау! Наверное, здесь. К-цик-цик. Кост! Кост! Получилось! Есть! Они готовы приехать. Отлично. Спросите, сколько их будет? Что они говорят? Их будет тридцать четыре. Сколько? Ну, это будет очень дорого. Подождите, подождите. Спросите еще раз, правильно ли вы услышали? Один! Мистер Линь. Два! Ничего не молчу. Три! Так, так надо. Я ничего не делал. Оно все стирает. Кто-то запретил вирус. Это как защита данных. Четыре! Похоже, зависла. Может, что-то с интернетом? В телефоне тоже вай-фай нет. Света! Света! Да что, Света? Я вообще в этом ничего не понимаю. Пять! Че мне делать? Ладно. Бери комп и приезжай ко мне. Я скину тебе адрес. Так, где у нас роутер? Извините, Капас, можно? Да, конечно. Что? Что? Привет. Вы не волнуйтесь. Все хорошо. Я интернет починил. А ты кто? Это моя дочка. А что она тут делает? Пойду-ка я посмотрю, что она там починила. Сегодня суббота. Мне не с кем было ее оставить. А какого черта она делала в серверной? Солнышко, иди, пожалуйста, в кабинет. На прошлые переговоры вы опоздали. Эти совсем сорвали. Послушайте, я дочь практически не вижу. Я не могу всецело принадлежать работе. Я вам неплохо за это плачу. Ну, там все глухо. Надо звонить техдиректору. Я не знаю. Я пойду попробую как-то с ними еще раз связаться. Слушай. А ты, пожалуйста, найди мне нового переводчика. Макс! Добрый день. Кажется. Молодой чё? А это сквозной двор. Мы здесь проедем? Нет. Здесь проезда нет. Куда? Стой! Стой! Уходи! Уходи! До свидания. Кать, извини, что так вышло. Да ладно, Макс, ты тут ни при чем. Да, но, слушай, все равно так неприятно. Знаешь, мы… Макс, прости, мы пойдем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А может есть какая-то отсрочка или кредитные каникулы? Вы в красной зоне. Если за тридцать дней вы не погасите всю задолженность с процентами, банк подаст прошение в суд о конфискации квартиры. Ну, я не смогу так быстро. Договором предусмотрена одна отсрочка. Вы уже ее использовали. Ау! Мам, мне больно. Прости, солнышко. Пошли отсюда. Пошли отсюда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мамоня! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мамоня! Мамоня! Зайти, ну, что? Ну, что ты такая была? Славик, пожалуйста, перестань. О, Антон дома. Мам, я в туалет. Антон! Алло. Екатерина Островская. Следователь Анохин беспокоит. Я по поводу вашего брата Антона. Слушаю. Ваш брат проник на частную территорию и украл очень ценный ноутбук. Будет хорошо, если он его вернет. Вы знаете ли сейчас ваш брат? Нет, мы только что пришли. Подождите, какой ноутбук? Запомните мой номер. И если он объявится, наберите меня. Обещал же. Кост! Кост! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА – Здорово. – Здорово. Они пасли мне возле дома, но я ушел. Ого. Заходи. Дома кто-нибудь есть? Ба уехала на четыре дня в город. Ставь, Велик. Ставь, ставь. Мам, пойдем погуляем? Я не хочу. Ну, давай тогда кино посмотрим. Не хочу ничего смотреть. Ну, а есть-то мы будем. Иди посмотри, что там в холодильнике. Полный привет. Тут ничего нет. Значит, мы на диете. Да. Привет, Кать. Это не Катя. Привет, Злата. Что случилось? Теть Настя, у мамы определенная депрессия. Понятно. На. Еды нет. Передай маме, что я вечером заскочу. Привези пиццу! Они поняли, что мы хотим взломать компьютер. Я попробую вернуть инфу, но на это уйдет пару дней. Черт. Слышь, хвост? Да. Мне домой возвращаться нельзя. Ну, может, у меня пожить. Готовить умеешь? Попробую. Ну, вот и договорились. А, и это. За работу в долгу не останусь. Ладно, чувак, не парься. Катька, ночевать домой не приду. Ты что, офигел? Выруби телефон. Вообще никому. Не звони. Не пиши. Я тебе симку куплю, будешь по ней звонить. С полиции хочешь? Спасибо. Простите, я что-то напутал в химическом составе. Никогда не работал с такими терминами. Не переживай. Ты быстро научишься. Спасибо. Ну что, вроде все отлично прошло. Да, теперь главное, чтобы опять не сорвалось. Слушай, а может, сразу вы пригласим к нам, чтобы избежать этих бесконечных разговоров онлайн? У меня есть инсайдерская информация, что он очень любит охоту. Может, устроим? Я и место отлично знаю. Домик в лесу. Далековато, конечно, но оно того стоит. Ну так, работай. Илья, прости меня. Можно на вас? Да. Кто там? Злат, это Настя. Что ты так долго? Злат, вообще-то я работаю. Мама где? В комнате закрылась. Понятно. Пошли. Пошли. Мама, открывай. Чуть Настя приехала. Пиццу привезла. Мама! Злат, злат, злат. Дверь сломаешь. Подожди. Кать, ну выходи, а? С чем пицца? С салями, твоя любимая. Ты как? Определённо хорошо. Полный привет. Угу. Давай. Ты тоже лук не хочешь? У-у-у. И я. Ой, чем-то мы похожи. Злат, ты доела? Мне надо с мамой поговорить. Так, говори. Злат, ну давай ты в комнате у себя посидишь. Ну пожалуйста. Ну возьми, на, ещё один кусочек. На, на. Иди в комнату. С тарелкой только. Что случилось? Антон пропал. С полицией сегодня звонили. Говорят, какой-то ноутбук украл. Опять играть начал? Наверное. Кать, ну… Это зависимость. Он себе уже не принадлежит. Насть, у него кроме нас никого нет. Он взрослый мальчик. Он сам должен отвечать за свои поступки. Ты ему не мама. Не мама. Нет. Может мы выпьем уже? Может выпьем. Ну так давай иди, неси бокалы, штопор. Ну что, я должна всё делать. Злата, только не обляпай там, пожалуйста. У вас так ничего. А штопор? Слушай, как ты это можешь жрать? Здесь же… Здесь же трансгенные жиры и углеводы. А может я хочу стать такой, как ты? Как я? Ты в спортзал хоть раз в жизни ходил? Думаешь, поможет? Не появлялся? А сеструха? Дома. Да. Комп нас больше не интересует, его форматнули. Ну? И что делать? Найти курьера и вырвать ноги, чтоб не повадно было. Понял. Наше ему в комп вирус засунули. Поэтому комп чистый. Что, всё? Да нет. Не всё. Его нужно найти и поговорить. Давай. Доброе утро. Привет. У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, я достал те ружья, которые ты просил. Так, а плохая? Плохая, мы остались без переводчика. Илья заболел. Валяется дома с температурой. Ух. Съездили. Нам нужна замена. Но у нас же есть вариант. Златик, просыпайся. Настя приехала. Ой, подруга, кажется, мы проспали. Да, мне кажется, тоже. А где мой телефон? Я не знаю. У тебя уведомление о просрочке подержим. Ой, туда. Пусть... Пожалуйста, разбуди Злату. Я в душ. Златик, вставай! Злата! Давай подъём. Ну, сейчас. Давай, давай, давай! Ну, не берёт. Может, спит она? Она дочку на восемь в школу водит, так что... Может, не слышит? Да я вообще сомневаюсь, что она согласится. Только зря время тратила. Может, коем-нибудь другого найдём? Сейчас? Где? Я этого Илью или нашёл? Да я просто ещё повёл себя с ней так... Грубо. Откажется. Это вряд ли. Я знаю, ей деньги сейчас очень нужны. Ипотека. Алло. Сидите? Да. Долго сидеть будете? Ну, и где нам его искать? Потрусите сестру, что вы как маленькие. Ок, ок. Доел? Угу. Нужно идти поговорить с сестрой. Алло Б know you're the guy. Серебря. Привет, привет. ВОДОЧЕНКО Так, ну. Вроде этот дом. А подъезд? Первый. Квартира шесть. Кто это? Не знаю. Злата, ну давай! Уже встаю! Злата, ну хватит! Давай вставай уже! Да! Да встаю! Кать! Да? Здравствуйте. А Екатерина Остропская здесь живет? Да. А вы кто? Мы ее коллеги. Мы вместе работаем в Sweet Milk. Мы никак не можем к ней дозвониться. Кать! Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Настя. А это наш начальник Андрей Викторович. Настя. Так а Катя дома? Да. Да. У нас к ней срочное дело. Настя, представь. Придурок. Начальник звонил. Привет. Угу. 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 dépendил вас форс-мажор. Я хочу предложить вам работу. Мы едем в командировку на несколько дней. Наш переводчик заболел. Ищем ему замену. Вы свободны? Нет. У меня собеседование сегодня. А, Андрей Викторович, Кать, так, может, можно как-нибудь его перенести? Интересно. А как я жить буду? Вы же меня уволили. Я вам хорошо заплачу. Получите столько, сколько получали за месяц. За пару дней? Да. Нет. Почему нет? Мне ребенка не с кем оставить. Так, может, мы возьмем Злату с собой? Я думаю, ей там понравится. Там будет чем заняться ребенку. И будет кому присмотреть за ней. О, проснулась. Тетя Настя, что там за движ? Ну, почему нет? А тебе говорят. Сореван? Кать, соглашайся. На природу хочешь? Поверь, там отличные условия для ребенка. Там лес, чистый воздух, озеро большое. Мы определенно едем. Так, ну, кажется, все решилось. Тогда мы подождем пока внизу, в машине. А вы собирайтесь, не торопитесь. А я вас проведу. Спасибо. Очень приятно. Звадцать дней завтра. Вы чего улыбаетесь? Я, может, еще никуда не поеду. В смысле? В смысле? Собеседование перенесешь. Школа отпросим. Определенно. Ну, все. Что еще? А если Антон переедет, а нас нет? Ну, да. Маленький бедный мальчик. Что же он будет делать? Телефон есть – позвонит. А у тебя, когда банк будет квартиру забирать, он тебе сильно поможет? Угу. Угу. Хорошее предложение. Надо ехать. Мам, я начинаю. Ладно. Ну, все. Вы в моих услугах больше не нуждаетесь, поэтому я пошла, а вам хорошей поездочки. Пока. За мамой следи. Пока. Иди, одевайся. И зайца не забудь. Угу. Мы готовы! О! Привет. Привет. Кать, давай помогу. Спасибо. Классная машина. Макс, можно я впереди сяду? Это мне укачивает. А, Андрей Викторович, вы не против? Ну, знаете, садись здесь. Судя по чемоданам, они не на один день собрались. Ну, ладно. Черт с ней. Приедем позже. И убери этот хлам из моей машины. И убери этот хлам из моей машины. Злата, пристегнись, пожалуйста. Макс, веди в курс дела. Дожали все-таки тех партнеров. Нет, с теми попрощались. Это другой поставщик. Их генеральный мистер Шенли Ванг. Очень приятный дядька. Руководит большим производством в провинции Джей Цзян, кажется. Что-то такое. Какие договоренности? Да пока никаких. У них средние цены, но мы думаем еще поторговаться. Поэтому хотим произвести приятное впечатление. То есть будете кружить? Ну, типа того. Поздоровайся с моим Зайцем. Это же невежливо. Здравствуй, Заяц. Это твоя машина? Нет, у меня другая. Понятно. А можно мне поиграть в твоем телефоне? Да в нем нет игр. Ну, ты странный. А у тебя есть жена? Нет. Дети. Тоже нет. А почему? Злат, не приставай, пожалуйста, к Андрею Викторовичу. Златик, солнышко, просыпайся. У-у-у. Давай-давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, дядь Паша. Привет, привет. Сколько не виделись. Здравствуйте. Так, знакомьтесь, это Макс, Макс, это дядь Паша, это Марта. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте, я Катя, это моя дочь Злата. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вы, наверное, устали с дороги. Да, немного. Идемте, провожу вас на стол. Спасибо. Ну, давай. Ну, что, охота будет? Ну, обижаешь. Смотри, это главное. Настоящий китаец приедет? Да нет, пластиковый. Мам, смотри, какая козочка. Солнышко, давай сначала поселимся, а потом козочка. Сейчас. Спасибо. А как ее зовут? Машка. Ой, а это кто это у вас? Марта тут целый зоопарк развела. Все, малыш, давай пойдем. Мам, можно я останусь? Пожалуйста. Идите, я присмотрю. Спасибо большое. Возьмите. Катя, все в порядке? Это же охотничий домик. Ну, да. Здесь везде висят трупы животных. Я не хочу, чтобы это видела Злата. Но… Так, я отвлеку Злату. А когда мы вернемся, тут не должно быть ни одного мертвого животного. Макс. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, мы разве не говорили Кате, что едем на охоту? Возможно, нет. Так, нам нужно все убрать. Я не понял, что убрать? Чучело. Эти. Все. Ну, че там? Я форматнул ноут. Теперь он как новый. А инфа? Ну, я все стер. В смысле, хост? Ну, кроме того, что скачал шпиву. Инфа там у тебя интересная. Я залил ее на флешку, на второй копии. Ее лучше спрятать в укромном месте. Спасибо. Да не за что. Слышишь, хост, А можно эту копию где-то у тебя спрятать, а? Чувак, не наглей. Мне здесь не нужны ни менты, ни бандиты. Если кто спросит, я тебя знать не знаю. А ты меня тоже. Усек? Усек. Есть будешь? Буду. А что там? Сырники. Ого! Машка хорошенькая. Катя, можно вас на минуту? Да, конечно. Машку, немножко. Ну, конечно. Мы все убрали. Спасибо. Да, и нам нужно было как-то сразу вас предупредить. Просто из головы вылетело. Да мы и не знали, что у вас отношение к этому такое. В общем, да, мы приехали на охоту. Я поняла. Хочешь погладить козочку? Она очень мягкая. Да, у меня времени нет. Мне нужно идти готовиться к завтрашней встрече, которая очень важна не только для меня, а для нас всех. Я надеюсь, она пройдет без проблем. А сегодня у вас есть свободное время. Можете купаться, гулять, отдыхать. Рядом, кстати говоря, есть отличные конюшни, можно покататься на лошадях. Я очень хочу. Вот и здорово. Отдыхайте, в общем. Мам, можно мы поедем к лошадкам? Не знаю, посмотрим. Как посмотрим? Ну, давай и поедем. Да вот так посмотрим. Мам, мне тут определенно нравится. Намного больше, чем в школе. А мы здесь еще долго будем? Не знаю, несколько дней. Плохо. Слушай, ну мы не можем столько пропускать школу. Еще как можем. Так, завтра просыпаемся и делаем математику. У меня другие планы. Так, давай, бери зайца на бочок и спой. Ненавижу математику. Я тоже. Хоть чем-то мы с тобой похожи. Ты чего зависла? Злат? А. Прочти, пожалуйста. Тридцать шесть плюс четырнадцать равно… И? Нужно решать в уме. Просто представляешь? Подъезжают. Вы готовы? Они же должны были после обеда приехать. Ну, вот так вот. Давайте, давайте, скорее. Малыш, я скоро приду. Он уже подъезжает. Я не успела переодеться. Ничего страшного. У нас Максим вот за нас всех. А это кто? Без понятия. Здравствуйте. 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 Максим, очень приятно. Катя. Добро пожаловать. Добрый день. Мистера Уванга рад вас приветствовать. Меня зовут Гао. Я не хотел лететь сам и решил взять своего переводчика. Дороги тяжело без знания языка. Ну, да. Надеюсь, это не составит проблем. Да нет, что вы. Добро пожаловать. Катя. Мистера Уванга очень приятно, что встречаете его так по-семейному. У вас очаровательная жена. Вообще-то… Женатые мужчины самые надежные. Ну, да. Очень рад знакомству. Взаимно. О, вы знаете китайский? Немного. Хорошее произношение. Это моя дочь Злата. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая милая девочка. Вы должны быть счастливый человек, иметь такую семью. Павел. Так, вы, наверное, устали с дороги? Павел, помогите, пожалуйста, с чемоданами. Пойдемте, я провожу вас в дом. Пойдемте. Сладчик, ты уроки доделала? Почти. Так, давай, бегом. Андрей, что это было? Я не знаю. Вы же сами все видели. И? Будет странно теперь объяснять, что мы не пара. Странно объяснять, а делать вид, что мы муж и жена. Не странно? Послушайте, никто не заставляет вас со мной… Вот, спасибо. И что теперь? Что? Теперь перевод нам не требуется. Ну, Катя, я вам все оплачу, как договаривались, не переживайте. Тебе. Что? Ну, в смысле, на ты, если мы теперь супруги. Ага. С супруги. Так, конечно. Только еще один момент. Нужно, чтобы Злата подыграла. Катя. Я поговорю с ней. Спасибо. У нас это не принято… Да, я понимаю. Недопустимо. Согласен. Марта, можно вас? Сейчас все решим. Что-то случилось? Нас с мистером Вангом поселили в одну комнату. В одну спальню. Ну, это недопустимо. Это какая-то ошибка. Да, непонятно. Как так получилось? Ну, подождите. У нас в доме всего четыре спальни. Мы же не знали, что вы ждете еще двоих гостей. Ну, тогда мы сейчас же уезжаем в отель. Да нет, не нужно в отель. Ближайший тут за двадцать километров… Ничего страшного. Уважаемый Гао, это просто недоразумение. Хозяева дома просто не знали, что вас будет двое. Я уверен, мы сейчас все решим. Давайте так. Через десять минут у вас с мистером Вангом будет две отдельные комнаты. Обещаю. Сама Гауда. Ладно, я буду на… Марта, помогите, пожалуйста. Проводите нашего гостя. Заварите ему зеленый чай. Так он уже нет. Ну, травяной. Что будем делать? Ну, что, ты переезжаешь ко мне и освобождается еще один номер. Ну, вообще-то вы сюда приехали якобы с семьей. И при этом жена с дочкой живут отдельно, а мы с вами вместе. Как-то странно. Она не согласится. Ладно. Мам, ты точно уверена, что останешься? Да, малыш, меня укачивает. Я не хочу. Спасибо. Ты точно уверена? Точно. Ну, тогда отдать швартовый. Есть, капитан. Дядь Паш, будьте осторожны. Не переживайте, все будет хорошо. Пока, мама. Пока. Катя, мы можем поговорить? У нас форсмажер. Так получилось, нам не хватает комнаты. И что? И... Я... В общем, хочу вас попросить, чтобы вы ко мне переехали. А ты? Я с вами. Мы ж семья. Катя... Катя... Мистер Ванг, он злится, потому что его поселили вместе с Гао. Если ко мне переедет Макс, будет совсем странно. По-моему, слово странно становится девизом этой поездки. Слушай, я понимаю, насколько это все неудобно, но это же на несколько дней. Ты издеваешься? Как я ребенку должна это объяснить? Я заплачу. В два раза больше. Катя, может быть, вы меня неправильно понимаете? Я... Я лягу и на диване, или вообще в ванной. Если будет удобней, чтобы я лег в ванной, ты только скажи, я... Прости, что угодно. Я хочу, чтобы Злата не узнала, что вы идете на охоту. Не узнает? Замечательно. 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 Задик. Злад! Златик ешь, пожалуйста, аккуратно. Катя, передайте, передай соус. Держи. Спасибо. Мистер Ван говорит, что вы очень долгодельная пара и просит вас несет на своих чувств. Да мы… Не, не переживайте, все хорошо. Чем блуден? Я в детстве, я и я часто зомал мою родину. Дедушка Мистера Ванга постоянно ругал его папу. Потому что в этих местах часто есть очень революция. За то, что он постоянно обнимал и целовал его маму при людях. Я тогда стоял на родину. Но Мистер Ванг уверен, что не нужно делать. Он постоянно оказывает знаки внимания. Айфути, это так. Ведь в этом вся любовь. Это замечательный тост. Камбей. Камбей. Мой папа злой и грубый только на работе. А дома он очень добрый. Постоянно целует маму и дарит мне игрушки. Про грубом можно не переводить. Клюет. Клюет. Дядь Паш. Клюет, Горя. Что? Клюет. Удышкой клюет. Ну, чёрт. Сорвалась. Такая большая была. Чего мы тебя поймаем? Простите, я на ниточку. Зачем же выпускать? Мы её съедим. Как съедим? А чё, не хочешь? Нет? Хорошо, отпусти. У меня ж там утка, это… Ваша, как её? Пекинский. Сейчас. Если вы по поводу ипотеки, я знаю о просрочке. Простите, мне сейчас не очень удобно говорить. Мы быстренько обсудим наши дела. Да. Местована говорит, днём думаем, ночью сны. Ещё два дня впереди успеем. А. Правильно? Да, я знаю о штрафах и пытаюсь решить этот вопрос. Так, слушайте, не надо мне угрожать конфискацией судом. Да, я читала ваш договор и знаю ваши жуткие условия. До свидания. Так, где мы закончили? Мам, а я хорошо играю в семью? У тебя определённо хорошо получается. Так. Можно я? Да, конечно. Колдунья бросила последний ингредиент в казан. Размешала зелье куриной косточкой и вышла из темницы. Принцесса тихонько встала и с опаской заглянула в казан. Зелье тут же закружилось, стало омутом и… Что это? Зачем вы рылись в моих вещах? У тебя такой большой чемодан, папочка, и я решила спрятаться в нём от мистера китайца. Ну, я вся сложила обратно, как было. Прежде чем трогать чужие вещи, сначала нужно спросить. А тебе я вообще запрещаю что-либо трогать в моей комнате, ты поняла? Вообще-то это наша комната тоже. И не надо воспитывать мою дочь, ясно? Ну, ты же не воспитываешь. Ясно, кажется, нам нужно уезжать. Подожди, как? О лошади. Солнышко, ну, видимо, отменяется. Я скажу Максу, чтобы он подготовил утром лошадей. А потом мы поедем домой. Замечательно. 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 Полный привет. Его лицо было суровым, но глаза светились мягким, добрым светом. Замечательно. Ты меня слушаешь? Не понимаю, почему папа такой злой. Просто его никто не любит. А можешь не называть его папой? Мне кажется, ты ему нравишься. Может, он твой рыцарь? Я так не выдумывала. Давай спать. Держи зайца и на бочок. Ты куда? Слада, стой, иди сюда. Слада, иди сюда. Я не могу. Слада с кем-то, иди сюда. Он не мог. Я ничего не знаю, ничего. Я тоже не знаю. Чи-хо, мы живем поtransmете. Доброе утро. Как настроение? Очень хорошо, спасибо. Я надеюсь, вы спались, мистер Ванг. Ваше ружье. Ни дичи. Спасибо. Сейчас. Как же так? Мы же договаривались на сегодня. У нас гости. Доброе утро. Андрей, плохие новости. Я только что связался с лесничеством. На сегодня нам в охоте отказали. Договориться? Ну, они на это намекнули. Сказали, возможно, завтра. Все в порядке? Дорогие друзья, у нас возникли непредвиденные трудности. Ну, дело в том, что охоту придется перенести на завтра. Может, сегодня покатаем их на лошадях? Ну, завтра так завтра. Ничего не поделаешь. А сегодня можем покататься верхом? Здесь рядом отличные конюшни. Мистер Ванг не очень любит лошадей, но выезжайте, он пока займется делами фирмы. Еще раз извините. Все, не слава Богу. Хорошенькая. А ну, а ну дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Да нет. У меня дела. Я так хотела, чтобы ты с нами поехал. Злата, ну, я же вообще, вообще-то тут по работе. Если не умеешь кататься, так и скажи. Почему-то я не умею. Умею. Тогда поехали. Алло, Кать, мне тут из полиции звонили, про Антона спрашивали. Тебе? Тебе? Ну да, мне. А что они хотели? Ну, они, походу, серьезно за него взялись. Вы там как? Да как, как, по-разному. Слушай, ну, расскажи подробнее, что им нужно. Ну, что спрашивали? Когда дома появлялся? Про друзей спрашивали. Ты мне хоть скажи, что говорить, что не говорить. Давай я тебе перезвоню, ладно? Ну, хорошо, давай, перезвони, да. Мам, Андрей едет с нами. Ага, давай левую ножку. Андрей Викторович, мне кажется, это абсолютно безумная затея. Ой, Макс, я где-то это уже слышал. Ага. Вспомнил. Два года назад, когда мы расширялись. Ну что, все готовы? Конечно. Да, готовы. Ух ты. Все. Тогда… Может, вас подсадить? Дань, Дань. А ты не катаешься? Спасибо, не сегодня. А ты как? Я прекрасна. Ты что, первый раз, да? Да. Ну, как тебе сказать? Ну что, поехали? Да. Поехали? Давай я тебя подстрахую, давай? Угу. Давайте. Ну, красавец. Пойдем? Ты неправильно держишь спину. А как надо? Ровно. Спину ровно держишь и крепко держишься ногами. Так. Едешь телом, а не по воде ему. Вот так, что ли? Так лучше. А ты где научилась верхом ездить? Училась. Катя, я хотел извиниться. Вчера я был слишком груб. Я просто не умею общаться с детьми. С детьми нужно общаться так же, как со взрослыми. Будем стараться. Злата к тебе так тянется, потому что у нее нет своего отца. Да и мамы у нее тоже практически нет. Ну, ты прекрасная мама. Кстати, это ты так научила кататься на лошади? Нет, это Антон. А Антон это? Антон это брат. Что? Купил? Да. Звони только по интернету. По сотовой связи они сразу нас спалят. Злата! Златик! Злат! Макс, куда она спряталась? Только что была здесь. А вот они нашли! Так, солнышко, пойдем. Ну, мам, ну можно я еще погуляю? Ладно, только так, чтоб я тебя видела. Договорились? Да. Мама! Что такое? Чего ты кричишь? Что здесь? Смотрите, тут зайчата. Давайте их заберем, они же остались без мамы. Солнышко, как же мы их заберем в квартиру, скажи? В квартире они хоть как-то будут жить, а здесь они умрут. Ты куда? За корзины. Мы их забираем. Я придумала, давайте каждый возьмет по одному. Давайте, давайте их сюда. Значит, вы правильно сделали, что забрали их. Без мамы они бы погибли. Так, где-то у меня тут клетка была. Где же она? Вот. Давайте их сюда. Март, ты давай молочко приготовь тепленькое. Конечно. Сейчас. А вот сюда. Давай, прыгай. Иди сюда. Так, грелка нужна. Сейчас принесу, молочко принесу, покормим зайчат. Ну, все, а? Макс. Все. Познай, пожалуйста, как там наши гости. Не скучают ли они? Да. Прости, мне нужно ответить. Побудешь с ней? Конечно. Катька, это я. Антон, ты куда пропал? К вам никто не приходил? Не угрожали? Да нет. Слушай, куда ты ввязался, а? Пока не могу рассказать. Тош, пожалуйста, нам угрожает опасность? Надеюсь, что нет, но будьте аккуратней, хорошо? Ладно. А ты? Я разберусь. Вы дома? Нет, за городом. Когда вернетесь? Пока не знаю. Так, ну что, придумала, как назовешь? Ну, пока нет. Пока нет. Придумывай, они быстро растут. Кать, я очень рад, что у вас все хорошо. Пока. Антон, тебя полиция ищет. Говорят, ты украл какой-то ноутбук. Ты что, опять начал играть? У нас банк квартиру может отобрать. Черт. Что ты наделала? Мне пора. Алло, Антон, подожди, подожди. Что-то случилось? Да, брат ввязался в неприятности. Я могу помочь чем-нибудь? Нет. Кать, слушай, я… Хоть и дал там взяла тебе обещание, но… Этот заяц с моим графиком… Ну, может, вы его… Я хотел спросить у тебя, где вообще отец, Злата? Я не хочу об этом говорить. ЩЕЛЧИК… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Банальная история. Я влюбилась в начальника, забеременела, а он оказался женат. Родилась Злата, он уехал за границу и больше мы его не видели. Ну и дурак. Она офигенная девчонка. Слушай, а может вы не будете уезжать прямо сегодня? Останетесь еще на пару дней. Ладно. Злата обрадуется. А ты? И я. Злата! Злата! Злат! Злата! Девушки отдыхают А где Злата? Злата! 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 Солнышко! Что случилось? Кто стрелял? Златочка, с тобой все хорошо? Ты не ранен? Прости, я не отвечаю. Моя девочка. Идем у тобой, идем. Идем, ячейку сделаю. Паш, почему ружье заряжено? Я не знаю. Андрей, кто вообще стрелял? Что произошло? Ребенок из ружья выстрелил. Слава Богу, все целы. Злата! 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 Это мистер Ван виноват. Он случайно оставил патрон в ружье. Он принял свои глубочайшие извинения, что так произошло. Чего я лягусь? Злата! 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 Ему очень стыдно. Хорошо, что все целы. Хау, Мэйшу. Хау! Хау! Скажите, а это наверх? Да. А можно я сам? Конечно. Спасибо. Ну, как она? Катя, тут чай заваренный. Катя, я не знаю, как это случилось. Катя, прости меня. Его вообще не должно было быть там. Охота – это убийство. Это невыносимо жестокое развлечение для людей без сердца. Вы же убиваете животных просто ради забавы. Катя, послушай, мне кажется, ты это… Ну, все слишком… Ты пойми, что у мужчин все по-другому. Это… Как возможно соединиться с природой… Не знаю… Почувствовать инстинкты… Испытать себя. Человек с ружьем и соединиться с природой… Ты себя слышишь? Испытать себя, так выйди с голыми руками против волка – вот это будет испытание. А стрелять из укрытия – это просто подло, тебе не кажется? Да, я не знаю… Я… Как-то относился к этому всегда, как к спорту… Твой спорт сегодня чуть не убил моего ребенка. Ночую у Макса, нам нужно побыть вдвоем. Спасибо. Злат? Златик, ты где? Так, а ты куда собралась? К зайцам. Их нужно спасти и принести сюда. Так, стоять. Солнышко, не переживай, Марта за ними присмотрит. Угу. Мам, скажи честно, они приехали на охоту? На зайцев? Нет, что-то, конечно же, нет. Тогда зачем им ружья? Ну, пострелять, по банкам. Врать нехорошо. Солнышко, я тебе обещаю, что зайцев никто не обидит. И больше никто ни разу не выстрелит. А я тебе не верю. А кому это печеньки? Ну? Так, тебе, а не зайцам. Нет, у нас не монетка. Мы сортируем путь. Мы боремся за экологию. Да, 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 здравствуйте. Это Настя Громова из «Одной планеты». Да, мы вам ранее уже звонили. И я вам высылала письмо. Там детально рассказано, чем занимается наша организация. И мы бы хотели, чтобы вы сняли про нас сюжет. Нет, так я понимаю, это у вас женский журнал. Так у нас как раз тема. Ну, знаете, это очень плохо, что вам не интересно. До свидания. Да, Катя была права. Это никому не интересно. Интересно. Есть что-то у вас? Есть еще кто-то? Ну, вот остались последние. Они вроде проявляли интерес. Последняя надежда. Так. Здравствуйте. Это Настя Громова из «Одной планеты». Мы ранее уже вам звонили. А, вы о нас знаете, да? Мы бы хотели, чтобы вы сняли про нас сюжет. Это прекрасно. А когда вы можете? Ну, просто мы можем в любой момент. Приезжайте, снимайте. Все будут на месте. Да, мы с подругой, с которой основали. Хорошо. Хорошо, тогда я жду вашего звонка, да. До свидания. Хорошего дня. Да! Класс, все. Держи, записывай. Да. Да. Вот это хорошо. Для нашего завода они составят проблем продвигать тару в неправильных количествах. Цена будет формироваться, исходя из общего объема. Мы можем предложить вам скидку только десять процентов. Десять процентов? И что это? Столько будет стоить литр нашего молока? У нас это никто не купит. Конечно, не купят. Мы рассчитывали на другую цену. Давайте начнем обсуждение хотя бы с двадцати пяти процентов. おお. Извините, это последняя цена. Ну, к сожалению, нам это не подходит. Для нас это нерентабельно. Трабухой, трабой и май. Этого я зову Прыг-Прыг, он мой. Это Бакстер, это заяц Макса. Этого пока зовут Лапочка. У него, ну, как папочка. Он заяц Андрея. Солнышко, ты пить хочешь? Хочу. Я сейчас принесу, держи. И принеси молочка. Хорошо. Смотри, чтоб они у тебя не поразбегались. Хорошо. Ну, есть другой, так сказать, эконом-вариант. Непибатомый пластик. Так называемый буш-у-ти или мышеловка. Насколько он отличается по качеству? Да. Вот. Состав характеристика на английском. Он соответствует всем нормам законодательства и его стандартам. Проблем с решением не будет. Так вы получите необходимое количество сырья за ваш бюджет. Ну, это вариант. Андрей, можно тебя на минуточку? Ну, Катя там может подождать? Нет. Хорошо. Присылайте техническую документацию и договор. Макс, детали, детали. Я сейчас сделаю. Да, да. Хорошо. Что случилось? Андрей, нельзя покупать этот пластик. Это почему? Да потому, что это настоящий мусор. Его уже во всем мире запретили. Он токсичен. А ты хочешь купить огромную партию. Кать, послушай. Я знаю, что этот пластик несколько хуже, чем тот, который мы раньше закупали. Но его использование закон разрешает. Поэтому, мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Подожди. Это тара, сделанная из поливинилхлорида. Я знаю, что это ПВХ тара. Но она вызывает рак. Может, ты, конечно, не знал, он вообще-то вещества, которые выделяются? Я знаю, Катя. Я знаю. В смысле? О раке, о онкологии. А еще знаю, что канцерогенные вещества, они вырабатываются через неделю. Неделя — это семь дней. Срок годности нашей продукции молочной — пять. По-моему, наши покупатели в безопасности. Ты не находишь. А если они будут использовать бутылочки дальше? Ага. А если они захотят из окна выпрыгнуть? Ну, по-моему, очевидно, пластиковая посуда одноразовая. Мы же не в детском саду. И вообще, я хочу, чтобы ты поняла, мы всегда заботились о своих покупателях. А о бокологии? Этот пластик токсичен, он не перерабатывается, попадает в грунт, потом в реки. Катя, я тебя прошу, давай закончим этот урок естествознания. Ну, ей-богу, у меня завод на грани банкротства. Прости, я не знала. Конечно, не знала. Красиво рассуждать о природе и экологии. Ты пойми, никто не знает, что там будет через триста лет. А через месяц наш завод могут закрыть. Потому что нашу продукцию у него что будет разливать. И пятьсот человек останутся без работы. А если мы не перестанем загрязнять окружающую среду, то погибнет все семь миллиардов. Да я не могу думать о всей планете. О своих сотрудниках обязан. Мы не выдержим конкуренцию, если поднимем цены. Покупатель не будет переплачивать за упаковку. Мы можем купить только то, что предлагает мистер Ванг. Ты прости, но от сделки я не откажусь. Все в порядке? А, да, да, все хорошо. Ну что, пришли? Все, ну, блин, джан. В таком случае, перейдите мистеру Вангу. Мы подпишем контракт. Наконец-то. Может, вместо чая что-нибудь покрепче? Спасибо, что приехали. И извините еще раз, что охота не состоит. Спасибо. Это была чудесная поездка. Спасибо. Мы надеемся на успешное сотрудничество. Взаимно. Мистер Ванг желает вам, Андрей, вам, Кате, и тебе, маленькая Злата, счастья в семье. И любите друг друга. Спасибо. Будем любить. Хорошей дороги. Хорошей дороги. Спасибо. 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 Катя, можно тебя? Слушай, я давно работаю с Андреем. Я видел его в разных ситуациях. Поверь, он не злой человек. Просто он вырос в детском доме. Он не привык выставлять свои чувства на показ. Он привык выживать. Ну, какое это имеет отношение? Вы загрязняете окружающую среду и травите людей. Согласен. Но у людей, у которых было сложное детство, немного другие приоритеты в жизни. А что такое детский дом? Это почти как детский садик, только деток не забирают домой. А что случилось с родителями Андрея? Они отказались от него, когда он был совсем маленьким. Так, давайте закроем эту тему. Да. Так я, собственно, чего? Кать, может, ты все-таки вернешься к нам на работу? Контракт у нас уже в кармане. Хороший переводчик нам сейчас свой, как нужен. Макс, давай не сейчас, потом, ладно? А, да, хорошо. Хорошо. Ну, ты подумай. Мам, а ты меня тоже бросишь? Ты что? Нет, конечно, я всегда-всегда буду рядом с тобой. Так, давай, быстро. Быстро собираемся. Мам, ты забыла? Что? Что я девочка. И быстро собираться не умею. Ты жучка маленькая. Ты давай в машину. Принимай пассажиров. Я днем в школе, а вечером приходите к нам. Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Проведаться и чат. Чтоб не боялись и привыкали. Через месяц сможете их забрать домой. Договорились. Спасибо вам большое. До свидания. Счастливо. Андрей, дело совсем не в этом. Я не могу запретить себе закупать ядовитый пластик или убивать животных. Это личный выбор каждого. Я сяду сзади. Тебя же укачивали. Ничего, потерплю. Открою. Ну что, спасибо вам. Все, как всегда, на высоте было. Приезжайте почаще. Спасибо. Мы всегда вам рады. Так, и что? Ой, а где же наша Злата? Куда же она улетела? Улетела. Так, давай, прыгаем. Оп. Деньги. Наталья, я пришла. Так, давай. Улетела. Деньги. Это apparent семья. Почему? Так, я сделал заложение на земле? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Катя! Кать, Катька! А, Сибирь, тихо, 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 тихо. Послушай, мало времени. Я нашел доказательства, что все игровые автоматы и казино — это полный развод. Так ты снова играл? Нет, я аферистов раскрыл, понимаешь? Нет, не понимаю, зачем ты ноутбук украл? Мне нужны были доказательства, чтобы все люди поняли, что выиграть в казино, в принципе, невозможно. Тогда весь игорный бизнес просто лопнет. Короче, сюда едет уже полиция. Я сдам себя, отдам ноутбук. Так, так, стоп. Какая полиция? Успокойся, я сам вызвал. Мне просто нужно, чтобы флешка попала к винтам раньше, чем... Какая флешка? Все будет хорошо, Кать. Я обещаю. Скажи из ласки, что я их люблю. Я ничего не поняла. Подождите. Кать, все в порядке, иди домой. Катя! Садись. Куда вы его? Сейчас пятое отделение. Потом его отвезут в СИЗО. Бакс самый большой. Больше всех ест. А Лапочка очень скромная, но жует мои шнурки. Ты все врешь. Нет у тебя никаких зайцев. А вот и есть. А я ей верю. И я ей верю. Ты про кандилу говорила, что у тебя будет. Помните девочки? Угу. Ну и где она? Нету. И зайца выдумала. Может тебе приснилось, что твой любимый игрушечный зайчик вдруг стал живым? Мне ничего не приснилось. Чего сидим? А ну в зал бегом. Бегом, бегом, бегом. Что, звонка не слышали? Ой, я тебе уже говорила, но это твой Антон. Насть. Ладно, я молчу. Не знаю, что делать. Надо, наверное, хорошего адвоката найти. У тебя, кстати, нет на примете? Откуда? Ну и вообще это не дешевое удовольствие. Так у меня есть. Я же за командировку получила. А за квартиру ты чем будешь платить? Не знаю. Так, подожди. По закону ему полагается госадвокат. Ты узнаешь сначала, а потом будешь уже принимать решение свои. Реально, наверное, ты права так и сделай. А как твое собеседование? Ой, никак. Дальше буду искать. Дядя Валер, здравствуйте. Привет, девчата. Слушай, так соскучилась, так давно не в гости. А приходить надо просто почаще. Машунь, привет. Машунь, привет. Машунь, как ты? Машунь, как ты? Машунь, как ты? Привет, как ты? Я здорово, ты как. Хорошо. Алло. Да, да. Здравствуйте. Да. Конечно, все в силе, да. Когда? Да. Прекрасно. Мы готовы. Все. Ждем. Да. До встречи. Настя. А? Кто звонил? Да. Так. С телевидения. Приеду репортаж про нас снимать. Да ладно, серьезно? Ты же отошла от дел. Тебе интересно, наверное. Ладно, ладно. Представляешь, приеду. Я вот чего хотела попросить. Мы же вместе начинали. И если я буду одна, это будет неправильно. И не могла бы ты… Да. Да? Да, я буду. Да? А Злату возьмешь? Конечно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я очень волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой. Здравствуйте. Девочка, нет? Да. Ты что же так хотела? Мам! Мама! Кто там? Златик, это Макс. О, привет. Привет. А Андрей с тобой? Нет, я сам. А мама дома? Сейчас позову. Мам! Мама, мама! Привет, Кать. Привет. А ты с Андреем? Да нет, я сам. А? Кать, а можно тебя… Златик, солнышко, иди в комнату. Я же тебе обещала показать Бакса. Да-да, позже. О, это тебе. В честь чего? Ладно, проходи. Кать, слушай, я давно должен был тебе это сказать. Еще когда ты пришла к нам работать, но я все как-то не решался. Макс, я… Катюша, Кать, я скажу. Макс, я ничего от тебя не требую. Кать, я тебя… Хотел пригласить в ресторан или в кино пообедать. Макс, я… Я верю, что ты найдешь достойную девушку, но я… Да, понятно. Понятно. Ты и Злата ждете Андрея. Что ж, я не буду вам мешать. Я, наверное, пойду. Макс. Прости. Златик. Мам. У меня к тебе серьезный разговор. Присядь. Мне больше нравится Андрей, а не Макс. Почему? Мне кажется, Андрей нам больше подходит. Может, вы с ним помиритесь? Так, а мы и не ругались. Слушай, а про нашу сортировочную станцию хотят снять сюжет. Приедут журналисты, а ты у нас самый главный волонтер. Хочешь поучаствовать? На что, потереку показывать? Конечно. Хочешь? Хочу. А что же мне надеть? Не знаю. Реши сама. Может, зеленая? А может, голубая? Да. Пойду примерю. Давай. И, кстати, не переходи с темы на тему. Мы еще к этому и вернемся. Значит, вы утверждаете, что вы украли ноутбук… Серия… Короче, вот этот, да? Да. Ну, пошел на это осознанно, чтобы раскрыть преступную группировку. А-а-а. Интересно. Понимаете, я сам играл в прошлом. Просадил крупную сумму и этим доставил очень-очень много проблем своей сестре. Но не суть. Дело в том, что не существует никакого везения. Выиграть просто так невозможно. Это огромный теневой бизнес. А мусора — менты. Простите, полицейские. Хотя суть они меняют. Не хотят ничего с этим делать. Ага. Это ты типа Робин Гуд такой, да? Да нет. Скорее Бэтмен. Бэтмен? И чего ты от нас хочешь? У меня есть доказательства. На том ноуте была программа. Она руководит всеми автоматами. А человек, у которого программа решает, кто выиграет, а кто нет. Понимаете? Ну, вот мы форматнули, но вся инфа у меня на флешке. На флешке? В моих вещах. Вы же забрали все. А ты копию сделал? Ну, конечно. Есть резервная флешка. В надежном месте. А что? Ничего. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А мы ищем нашего друга, вашего брата. Не подскажете, где он? Нет, я не знаю, где он. Катя, у него наша вещь. Маленькая флешка. Вы не видели ее? Нет, я не знаю ничего, ни про какую флешку. Из-за этой маленькой флешки у вас могут быть очень большие проблемы. Простите, мы спешим. Сейчас в полицию позвоню. Вы поищите ее дома. Вдруг найдете, а мы вас навестим. Простите, мы спешим. Поищите. Она ничего не знает. Пошли. Извините, пожалуйста. У дежурного спросите. Извините. Вы к кому? К Антону Островскому, сестра. К нему нельзя. Сегодня же день свиданий. Не для него. А вы можете объяснить нормально? Девушка, что непонятного? Заключенному запрещены свидания. Обращайтесь к следователю или адвокату. А ему назначили адвоката? Как его найти? Пожалуйста, я первый раз, я ничего не понимаю. Ладно. Сейчас. 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 Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ребята, вы идёте? Привет, привет. Уже почти всё готово. Островская? Да, это я. Здравствуйте. Симонов. Назначенный защитник. Иди сюда. Короче, дела плохи. Антон сознался. Но он же ничего плохого не сделал. У него был план. Не смешите меня. Мы с вами не в голливудском фильме. Прокурор нас размажет. Нужно сделать так, чтобы судья к нам был благосклонен. Понимаете? Как это сделать? Не спешите. Подумайте, где взять. Не спешите. Подумайте, где взять. У меня нет таких денег. Одолжите у кого-то. Иначе готовьте передачки. Соберёте, позвоните. Всего хорошего. Андрей Викторович, я перенесла совещание с китайскими партнерами. Я встретила с тема 14-30, потому что мы как бы вам отправили письмо. Как бы у нас-то днём, а у них ночью. И мы просто не успели их перевести. У нас же разные часовые пояса. Я помню, я помню. Хорошо. Злата? Привет, а ты что тут делаешь? Почему ты не навещаешь зайца? А… Лапочка очень скучает. Лапочке нужен папа. Злата. У меня просто работы много было. Я… Я обязательно заеду и навещу. Когда? Сегодня. Слово даёшь? Подожди, а где мама? Мама думает, что я в школе. А… Вот как. Слушай, а давай мы ей позвоним? Чтобы она не волновалась там. Да? Определённо. А сколько вам нужно времени? Минут десять максимум. Хорошо. Сейчас просто ещё девочка подъедет, и мы начнём с меня. А они… они успеют. Да? Хорошо. Мы подготовимся. Вы подходите тогда. Да-да-да, конечно. Жень, прийди, пожалуйста. Хорошо. Аккуратно. Катя, чего ты ходишь? Чего ты себя накручиваешь? Злата нашлась. Сейчас твой Андрей её привезёт. Он не мой. А поцелуй? Так, давай забудем. Это вышло случайно. Угу. Случайно, да? Подожди, то есть с губами просто не размянулись. Настя, давай закроем эту тему? Мы не можем. Я хочу сделать пикет под стенами его офиса. А если у вас что-то начинается, то я это всё прекращу. По поводу мышеловки? Да. Ну, это создаст нужную шумиху, понимаешь, вокруг нашей проблемы. Сейчас снимут репортаж. Потом покажут в новостях. И всё. Люди начнут обсуждать. А пикет создаст нужный хайп. Ты не против? Не знаю. Нет, не знаю. Да или нет? Да, наверное. Да? Да. Всё. Я пошла. А ты, пожалуйста, не опаздывай. Хорошо? Всё нормально. Привет. Привет. Быстро иди сюда. Прости, мам. Я больше так не буду. Злата, я чуть с ума не сошла. Ты представляешь, что с тобой могло случиться? Тебя могли украсть, ограбить, всё что угодно. Так дома тебя ждёт серьёзный разговор. Пошли переодеваться. Андрей, ты с нами? Злата, мне… Да, с вами. Пойдём. Кать, подожди. Мне кажется, это не моё дело, но ты перегибаешь. С ней же всё в порядке. Ты не понимаешь, о чём говоришь? Потому что у меня нет детей? Нет, потому что тебе не угрожают никакие отморозки. А вам что-то угрожает? Так, всё, давай. Пойдём. Кать. Мало кто понимает масштаб трагедии. Накопление мусора – это… это глобальнейшая проблема. Понимаете, мусор, он накапливается десятилетиями. Кать… Да, да, сейчас, сейчас, извините, пожалуйста. Я… Мусор. Мусор, он накапливается десятилетиями. И если люди ничего не предпримут, то начнутся огромнейшие проблемы. Кать! Прости, пожалуйста. Где вы ходите? Ну как? Вы же пристали не опаздывать. Давай в кадр. Я ещё не готова. Как это ты не готова? Давай, люди ждут. Настя, я… Да, да, давай. А я… А ты после мамы, пойдём, Знат, пойдём. Мы готовы? Начали. Мои родители оба работали на мусоросжигательном заводе. Почти двадцать лет они дышали ядом. И если бы не рак, который… И если бы не рак, который они получили работы на таком вредном производстве, им было бы по пятьдесят пять лет. Так что сортировать мусор – это несложно. Это может сделать каждый. Ведь это сохранит жизнь нам, нашим детям и нашим родителям тоже. А кто? Здесь? А тут? А тут? Да? Супер. Стой тут. Мама, что мне говорить? Солнышко, не знаю. Расскажи про ёжика. Хорошо. Когда я была маленькая, мы летом гуляли во дворе с друзьями. И к нам пришёл очень милый маленький… Почему Златок к тебе приезжал? …и приходил почти каждый день. Мы его кормили в аренду… …и хотел узнать, почему именно вешаю Златок. И вообще, почему не приезжаю. Понятно. Хотя я бы приехал. Ну, ты же не приглашаешь. А ты знаешь, почему? Почему? Из-за пластика. Мы пошли с мамой гулять. Катя, это же абсурд. Тихо. Его голова застряла в баночке из-под кефира. Он не смог выбраться. Мы нашли его уже мёртвым. Видимо, кто-то бросил недопитый кефир прямо на газон. А ёжик просто хотел кушать. Не бросайте мусор. И я считаю, что это прекрасное начало, чтобы заявить о нас на весь мир. Ура! Давай! Настя. Да? Можно вас на одну минуту? Можно, да. А вы? Нет, я за рулём. Настя, скажите, а Кате кто-то угрожает? А почему вы спрашиваете? Ответьте, пожалуйста. Для меня это важно. Ну, Антон брат в тюрьме. К ней приходили какие-то упыри и требовали флешку. Сказали, если она не найдёт её, будет очень плохо. Понятно. Спасибо. Андрей, я хотела вам сказать… Да. Давайте потом, хорошо? Да, потом. Настя, ну, пойдём. Златик устал. Солнышки. Солнышки. Ну, пожалуйста, мне хочется шум потусить. Нет, солнышко, давай, нам пора. Какая история про ёжика, она просто, она шикарная была. Давай. Давай пять. Спасибо. Пока. Я вас отвезу. Поехали! Андрей, в то время, когда весь мир делает огромный шаг вперёд, выбирая экологичный материал, ты делаешь огромный шаг назад, выбирая токсичное сырьё. Катя, ну, как ты не понимаешь? Ну, мы разоримся. Да послушай, уже научились даже из тыквы делать упаковку. Было бы желание. Ну, тебе легко рассуждать. Потому что у меня нет завода? В точку. Леди. Спасибо, что подвёз. Пока. Пожалуйста. А, ты же обещал проведать Зайцев. Солнышко, а Андрей не может, у него много дел. Ну, почему же не могу? Сейчас очень даже смогу. Тогда пошли. Пять минут. Мама! Пять минут. 中央 Пять минутегиноз Пять минут. На этом Что тут у нас? Замок взломан. В квартире следов нет. По показаниям потерпевшей ничего не пропало. Ясно. Хорошо. Здравствуйте. Ановхин. Андрей. Хорошо, что сразу позвонили. Рассказывайте. Я уверена, это сделали те мужчины, которые угрожали и требовали какую-то флешку. Почему вы так думаете? Да потому что ничего не пропало. Денег у меня нет, а драгоценности и документы на месте. Ясно. А может, у Антона где-то есть тайник или ячейка в банке? Куда он мог спрятать эту флешку? Да не знаю я. А вы не можете сами у него спросить? Он же у вас. Кате не дают свидания. Простите, а вы кто? Я друг Екатерины. Друг, пожалуйста, не мешайте работать. Может, вы все-таки вспомните, куда Антон мог спрятать эту флешку? Ведь если грабители не нашли то, что им нужно, они могут вернуться. Я не знаю. Мне кажется, вам некоторое время нужно пожить у родственников или знакомых. Но это для вашей же с ребенком безопасности. И если вдруг что-то вспомните, сразу же позвоните мне, хорошо? Да. Да. Что там? Все, да? Да, мы все. Закругляемся. До свидания. Всего хорошего. Кать. Давайте собирайте вещи и поехали ко мне. Нет, мы к Насте поедем. Я уже договорилась. Ну, хорошо. К Насте, так к Насте. Все равно собирайтесь, я вас отвезу. А зайцы? Из зайца поедут. Ну, вроде уснула. Ну, вроде уснула. Отлично. Полиция поймает этих уродов и вернетесь домой. Да нету мне больше дома. В смысле? Я не внесу плату по ипотеке и у нас заберут квартиру. Подожди. Ты же говорила, что у тебя есть деньги. Я их отдам адвокату. Ты решила нанять частного адвоката? Нет. Как нет? А… Ого. Так. Это что? Это взятка? Что? Ты вообще нормальная? Ты понимаешь, что это подсудное дело? Катя, Злата сбит. Ты представляешь, что с Антоном будет в тюрьме? Это же поломанная жизнь. Никакой квартиры не стоит. Да. Опять ты жертвуешь собой ради него. Я не могу по-другому. Антон и Злата – это моя семья. Я сделаю все возможное, чтобы они были счастливы. А ты? А что я? А ты когда будешь счастлива? Не знаю. Потом. Да некогда мне. Я к Злате пойду. Спокойной ночи. Спокойной. Давай, давай, давай. Все. Пока, солнышко. Хорошего дня. Пока, мам. Катерина, можно поговорить? Дело в том, что Злата сломала куклу Маргариты с мячком. В смысле? Взяла поиграть и сломала? Нет. Специально сломала. Ее в этот момент видела одноклассница. Дайте мне тогда, пожалуйста, номер телефона. Я все возмещу. Родители Маргариты денег не хотят и, слава богу, у скандала тоже. Вы поймите, у них очень нежный возраст. Не дай бог, может начаться вражда, это никому не нужно. Я надеюсь, вы сможете повлиять на дочь, чтобы подобное впредь не повторилось. Да, конечно, я поговорю. Хорошо. Спасибо. Дети, вы готовы? Да! Да! Прекрасно. Хорошо. Кто помнит, что у нас было на предыдущем занятии? ПЕСНЯ Настя, вы скажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Понимаете, нам стало известно, что огромнейшая компания SweetMilk, она перешла на девую упаковку. Лид, капокат. Она перешла на новый, неперерабатываемый пластик. Бушути, ваду, гори! Бушути, ваду, гори! Андрей Викторович, давайте вызовем полицию и да разгоним их к чертям собачьим. Андрей Викторович, не надо никакой полиции. Это отразится на нашей репутации. Хотя я все проверил, наши сертификаты отвечают нашим стандартам, так что у нас нет никаких нарушений. И мы пришли высказать свое недовольство, но люди должны знать вообще, с каким адом они могут столкнуться. Как человек, у которого куча денег, может экономить на здоровье людей, на здоровье детей. Это же ну вообще нонсенс, ну как? Нет, ну с такими новостями наши объемы продаж упадут. Да, 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 да. Кать, не могут все сразу стать сознательными. Это постепенный процесс, ты понимаешь? Ну подумай ты о себе, не будь дурой. Иди домой. Ты слышишь меня, Настя? Буршути в аду гори! Буршути в аду гори! Буршути в аду гори! Разрываем сделку с мистером Лангом. Что? В каком смысле? Что значит разрываем? А дальше что? Все? Мы закрываемся? Почему закрываемся, Макс? А что мы делаем? Мы никогда даже не рассматривали другие варианты, кроме пластика. Потому что это дорого. Это во-первых. Значит так. Пусть маркетологи предложат альтернативу. А бухгалтерия все посчитает. Хорошо. И давайте заканчивайте здесь со спектаклем. Работаем! Макс, какую альтернативу? Ты меня спрашиваешь? Я не маркетолог. Пусть у них теперь голова болит. В ручонках будем молочку носить? Я не знаю. Есть другие варианты. Тебе, со смешаной. Есть стекло, есть картон, есть глина, есть все. Давай. Надо варианты. Давай. Набрасывай. Это значит, что тонны пластика отправятся на переполненные свалки города. Это ужасный удар по экологии. С места событий Ольга Мартовская, Максим Варава. Спецрепортаж. Было? Мам, ты не забыла, что у меня скоро день рождения? Конечно, не забыла. А ничего, что я приглашу всех одноклассников? В смысле, всех-всех? Всех-всех. Солнышко, а куда ж мы их пригласим? Я думаю, вряд ли мы сможем в ближайшее время вернуться домой. Слушай, Муркафе? Не, кафе не подходит. Почему? Я обещала показать девочкам зайцев. Ничего, в следующий раз покажешь. Я не могу. Они считают меня врунишкой. И что я придумала про всех этих зайцев? Они смеялись и говорили, что я врушка. Особенно Марго. Так. Поэтому ты сломала ее куклу? Я не ломала. Златик, ты можешь сказать мне честно, я не буду ругать. Просто она обзывала и говорила, что я врушка. И я... Малыш, ты представляешь, как это тяжело потерять любимую куклу? Нет. Мам, прости меня. Я больше так не буду. Солнышко, ты всегда мне можешь все рассказывать. Мы обязательно со всем справимся, да? Что это у тебя тут такое? Где? Все, 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 все. Все, 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 все. Вот мы подобрали пару подходящих компаний, которые занимаются экологичной упаковкой. Но есть существенный минус. Нам придется выбрать сразу нескольких поставщиков. Потому что ни один из них не сможет справиться с таким объемом. Ну да, но зато мы сэкономим на доставке. Все равно существуют риски. Где гарантия того, что все поставщики сдадут нам свою продукцию вовремя? Макс, скажи, что там с аналитикой? Фокус-группа показала, что рейтинг доверия покупателей к Sweet Milk после перехода на зеленую упаковку существенно повысился. Понял. По нашим данным, объем продаж только увеличится. Продолжаем работать в этом направлении. Насколько увеличится объем продаж? Ну, а зачем вы ее трогаете? Я ее не трогала. Ну, как это не трогала. Я же видела, ты и Семен, и двое. Как ты смотришь, ты его с уроком. Насколько у нас в домовой промышленности. Здравствуйте. А Златы нет. Как нет? Я же ее утром приводила к двери. Ну, ее нет с первого урока. Я, честно говоря, подумала из-за истории с куклой. Вы ее дома оставили. А... Опять сбежала? Видимо, да. Я могу чем-то помочь? Нет, спасибо. Если что, звоните. Хорошо? Спасибо. Алло, Андрей, привет. Прости, что я тебя беспокою. Скажи, пожалуйста, случайно Злата не у тебя? Нет. Опять сбежала? Да нет, ее в школе целый день не было. Я думала, может, она опять к тебе пошла. Чем я могу помочь? Пока не знаю. Господи, да купи ты ей уже часы с GPS. Ну, подожди, ну, не кипишуй. Ну, может, она у Андрея. Так. Может, она домой пошла? Ну, к вам в смысле. Ну, конечно. Конечно, я наберу. И ты набери обязательно, пожалуйста, когда она придет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы меня поняли? Мы ищем девочку, а вы флешку. И никаких переговоров с похитителями. Да, да, да. Хорошо. А вы можете мне, пожалуйста, помочь? Мне очень нужно свидание с Антоном. Этот вопрос вам нужно решать только через адвоката. Да, да, хорошо. Я поняла, да. Спасибо. До свидания. Андрей Викторович. Я уехал. Отменись. Ну, Андрей Викторович, у нас же встречи. Мне нужно свидание с Антоном. Да мою дочь похитили, вы не понимаете? Только Антон знает, где этот чертова флешка. Я вам говорю уже. Я вам сочувствую. Я подам прошение свидания. Но повлиять не могу. Такие решения принимает следователь, который ведет дело. Да я только что с ним разговаривала. Вы издевайтесь надо мной. Послушайте, Антон вам не поможет. Поверьте. Ищите флешку сами. Не тратьте время. Черт. Где же ты ее спрятала, а? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тихо, тихо, тихо. Златика похитили. Как похитили? Кто? Кать. Это очень странно, что следователь не дает тебе видеться с Антоном. Не знаю, он мне показался нормальным. Адвокат, конечно, мерзкий. Они могут быть в сговоре. Такая схема развода. Один вымогает деньги, а другой не дает видеться. Ну, с Антоном. Подключу адвоката. Алло, Костя? Да, случилось. Ребенка похитили. Нужна твоя помощь и связи в прокуратуре. Ну что? Сделал пару звонков. С трудом, но договорился о вашем свидании. А когда можно? Прямо сейчас. Отлично. Катюш, я должен вас предупредить, если следователь ведет двойную игру, то он начнет нам мешать. Поэтому на свидание будьте осторожны. Я поняла. Стойте. Проходите. Без контакта. Катя. Катя, пожалуйста. Костя. Антон, это Костя, твой адвокат. Ему можно доверять. Давайте ближе к делу. У нас очень мало времени. Катя. Следователь продажный. Там все. Сама программа. Алгоритмы работы автоматов. Схемы подпольных лотерей. В общем, вся сеть. Но что самое главное, адреса всех подпольных казино города. Послушай. Отличная работа. Молодец. Он… Он уничтожил флешку с компроматом. Так, так, так… Так, так, так. Так, так, так. А, вот. Тебе все приснилось. Ты мне понял? Я же сказал, у меня есть резервная флешка. Если со мной что-то случится… Что-то случится. Может, с твоей сестрой или маленькой племяшкой. Если копья не будет у меня. Ясно? Они просто-напросто сливают меня, понимаете? Но у меня есть копья. Антон, они похитили Злату. Ему нужна флешка. Где она? Антон, ты слышишь? Где она? Антон, ты не слышишь? Где флешка? Флешка в Зайце. Не шептаться. В Зайце, который у вас Злата всегда таскает с собой. Зайце. Катя, прости меня, пожалуйста. Ты же маленькая, как ты была. Катя, я прошу. Зачем ты это сделал? Катя, 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 Катя. Зачем ты это сделал? Катя, никто не должен узнать об этом предмете. Нужно заручиться поддержкой посерьезнее. Идем, 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 идем. Привет, Костя. Здравствуйте, Сергей Петрович. Вы просите, что от отпуска отрываем. Все в порядке, давай. Это Андрей, Катя вам рассказывала. Это генерал Волков Сергей Петрович. Здравствуйте. Не волнуйтесь, Катенька. Вытащим мы вашу девочку. Пойдемте. Надо обсудить детальный план. План у Анохина, скорее всего, такой. Бандиты получают флешку, проверяют информацию на ней, уничтожают ее. Потом Анохин берет бандитов и выходит из этой ситуации сухим. Герой. Но у нас нет настоящей флешки, она у Златы. Ну, они-то об этом не знают. Пока отсюда дело, пока будут разбираться. Тут-то мы их не возьмем. Может, сказать им, что флешка все это время была у Златы в игрушке? Слишком рискованно. Они ребенка не отпустят. Они будут прикрываться им до последнего. Получается, Злата все равно в опасности. Мои люди будут полностью контролировать ход операции. А крысой Анохиным я займусь лично. Анахиным яйцамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерамерам На место встречи мои люди за вами присмотрят. Кромко обличайте. Кать, вы едете? Флешку нашли? Да, да, флешка у меня. Отлично. Чёрт, некогда её проверять. Ладно, идите навстречу. Главное, передайте флешку. А потом мы их возьмём. А я точно не могу пойти с ней? Вас вообще здесь быть не должно. Клишна нет. Я сама. Кать, если вы по-настоящему хотите помочь Катерине, не высовывайтесь до конца операции. Это приказ. КОНЕЦ Продолжаем наблюдение. Принято. Товарищ генерал, а что вы здесь делаете? Да ты не обращай на меня внимания. Работай спокойно. Я ж тут не помешаю. Да нет. А какой план? Да ждёмся передачи заложника и проведём задержание. Мама! Сиди тихо! Объект номер один выходит с машины. Где флешка? Я хочу видеть Злату. Мам! Мама! Подождите, а Злата? Проверю флешку, получишь Злату. Ай, блин. Анухин, а это чего вы ждёте? Вы же рискуете заложником. Ну что там? Блин, тут нет ничего. Валим. Ася, стой! Подождите! Лата! 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 Анухин! Захват! Пошли, пошли. Быстрее! Давай! Быстрее! Давай! Куда? Далеко собрался? За руль. Молодец. Вперёд! Куда ты? Смотри! Куда ты? Куда ты? Да, я,edia! Положа? Куда догадался? Куда ты? Далеко откомата зоны? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вашей карьере конец. Ждите служебного расследования и суда Ты мне еще права зачитай Рот закрыл? Ненавижу таких, как ты, крыс У меня внучка такого же возраст, как эта девочка Субтитры создавал DimaTorzok Костя постарается для тебя выбить условный срок Он надеется, что суд учтет сотрудничество и что ты сам сдался полиции Ну и что разоблачил нелегальную игровую сеть Спасибо Да, но все не так просто Ты же украл ноутбук Да 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 Виноват И готов понести справедливое наказание Надеюсь, что Когда-нибудь, Катька Ты сможешь меня простить? Перестань Перестань Нет, ну правда Я ведь все время вас подвожу Обещал исправиться Помогать А на деле Тянул вас вот Во всю эту историю Люблю тебя Люблю тебя Да ладно Ну вот снова Обещала Златкин на день рождения эту куклу Что я за дядя? Согласна, так себе Ладно, я передам ей поздравления от тебя Спасибо Главное, что все живы Новое кольцо А это натуральная бутылка Она не содержит Синтетических добавок Красителей И клея А из чего же она сделана? Это высушенная тыква Очень смешно, Макс Я серьезно Правда, она себя хорошо показала В хранении сухих продуктов По жидким Еще проводим тест Результаты будут в конце недели Да Да Так, ну это все Конечно не может не радовать Осталось только понять, как нам это продать Но с этим проблем не будет Ритейл площадки уже очень ждут наш продукт И готовы отдать нам золотые полки Угу Хорошо Так, Макс Макс, договорись о встрече с Экономами А я поехал Как там Катя и Злата? Слушай, ну Пока что приходят в себя после случившегося Но уже получше Он несколько уговорил их переехать ко мне Здорово Рад за вас Спасибо Макс, я поехал, еще кучу всего надо успеть Если что, звоня я на телефон Хорошо Что? Проходите Какой у вас дом А где именинница? А вон они зайцев мочат Подарочек можно положить на стол Вы проходите, угощайтесь Спасибо С днем рождения С днем рождения А это они? Да Это Бакст Это Лапочка А это прыг-прыг Златик Улыбочку Вот так А теперь все вместе, зайчики Зайчики Класс Ну-ка Привет Привет Фотографируешь? Да А покажешь фотки? Да, конечно Вот, смотри Слушай, класс Спасибо Очень класс А ты профессиональный фотограф? Да нет, просто так, увлечение А А меня сфоткаешь? Да, конечно Давай Давай Нормально? Хорошо Ну давай День добрый Здравствуйте Посылочка для Златы Островской А я ее маму, давайте заберу Возьмите, пожалуйста Вот тут распишитесь Конечно Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Кто-то еще пришел? Да Кто? Ну покажи, мам, ну пожалуйста Ну покажи, ну пожалуйста Покажи, ну покажи Как дела? А кто? Прочтись сама Любимые племяхи Это Антон Он про меня не забыл Конечно, не забыл Девчонки! Кэндилол! Злата, Злата, а где мама? Там Кэндилол! 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 Божечки, ты испугала лапочку У меня для тебя тоже есть подарок Для меня? Из банка они меня и тут нашли Да нет, ты прости Поздравляем, ваш кредит Погашин! Тебе не нужно было этого делать Полный привет! Вау, какая классная! Почти как у меня была Красивая Ура, ура! Ой, здорово! Красиво! Открывай, открывай же! Ура! Ура! Класс! Она супер! Класс! Покажешь? Вау! Мам, это же моя кукла, да? Конечно! Я могу с ней делать все, что захочу? Да, можешь! Марго! Извини, это я сломала твою куклу Возьми мою Бери Мне Злата Кэдилу подарила Солнышко, я горжусь тобой Определенно Ну, тогда дуй! Ух! 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 У-у-у! 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 Поздравляем! У-у-у! У-у-у! Проходим! У-у-у! 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 Спасибо тебе большое! Она такая счастливая! У-у-у! А ты? И я. У-у-у! Продолжение следует...